Ключик от самим книг. Она начинается с моей биографии. Это два священника обо мне пишут. Вот я сейчас покажу один снимок. Он просто уникальный. Вот я иду арестованный, видите? Отбирали фотоаппараты, засвечивали, когда меня судили. Вот я иду, видите? Вот спускаюсь. А это цветы летят. Я шел по ковру из цветов, когда судили. В 86-м году последний раз суд был. А? Вот это цветы летят. А то там народ не будет, да? Вот там они выводят меня, а там народ. Но меня судили не милиция, а военная. Все время 12 охранников. А народ сбившись, они так через народ меня протягивали. Они ничего не могли сделать. Привели юридический факультет, а они студенты. А они говорят, его не осудить. У них ничего нет. Меня судили за книги. Я начитал на пленке Златоуста 12 томов. Этого нигде не было. Но у меня, жития святых дошел до 20 века. Я стал начитывать, как расстреливали коммунисты. Как патриарха Тихона они мучили. Это 20 век. А коммунисты это уже не потерпели. Кроме того, здесь у меня моих стихотворений 3467 стихов. Кажется стихотворение 9 куплетов. Это не просто... Сейчас я покажу минутку. Посмотрю. Вот кто никогда не видел, он не знает. Но люди удивляются. Вот посмотрите. Вот я пишу стихотворение. 9 куплетов. Напротив каждой строчки, это 36 строчек, я показываю в Библии глава стиха, откуда взята эта мысль. Посмотрите, как она красиво выглядит. И чтобы просчитать, эти места открывать, требуется одно стихотворение полчаса считать. Такого никогда не было. Почему люди писания не знают? Это не то, что я там умный, глупый. Я просто передаю слова, которые Бог хочет нам сказать. Это из Священного Писания. И тут все время так называемая экстраполяция событий. Из Ветхого Завета я переношу в Новый. И третий переход прямо конкретно к тебе. Ты считаешь и сам себя видишь в этом. Нет темы, которые не захватывали бы стихи. 3 467. Люди не знают, а много это или мало. Это вместе. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, их еще поменьше у них получается. Они не знали, о чем писать. Шуршало платье Татьяны Лариной там. Собирают, что попало. Здесь каждое слово из Священного Писания, и как его применить на сегодняшний день. И вдруг я сказал, писать стихи не буду. Отрезло больше не до стихотворения. А эту как достать? А эту книгу как достать? А вот они все, я даю сейчас, подпишут. Так, принеси мой этот коричневый подписатель. Вот спрашивают иногда, кто облагословил. Вот люди спрашивают. Я сейчас батюшке дам, вот, прочитаю. Почитайте, вот, вверху. По благословению превращенного Евгипия, епископа Ишимска и Сибирска. По благословению превращенного Максима, епископа Барнаунска и Алтайска. Вот, допустим, а что здесь? Это симфония на житие святых. Примерно пять лет я ее подготовил. И у меня запросили в Москве, восьмой том, на сторону Эквилии священнослужителя. Но она была не готова. И там Иннокений Просвилин был, Архимандрин. Они подержали-подержали и ее вернули не назад. Там она обрезка была. Вот, допустим, премьерно сказать. Был такой святой. И он стоял и против сатаны воевал. А сатана его камнем ударил. Интересно, а где это написано? Ты вспомни слово камень. По алфавиту находим. К, 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 Впереди, Н. Камень. Ага. Камень. И дальше читай. Где слово камень встречается в житиях святых, ты нашел. Допустим, забыл. Камень, но я знаю, что я что-то ударил. А ударил. По слову удар теперь ищу. И нашел опять. Или вода. Я помню, младенец стоял в воде. Ну, вода. Или купель. И по нему теперь не написано по старому стилю, какой месяц, какого числа и все святые. Ты его сразу нашел. Поисковик. И для проповедника, который любит жития святых, это неоценимо. Ну, не знаю, как обычно говорят, один советский товарищ. Но это не доказательство. Ты покажи, кто. Вот смотрите. Это вот папка я везу. Украина. Николаевская область. Доманевка. Доманевка. Доманевка, сегодня издали. Ясно. Посмотрите. Дальше. Украина. Это Одесса. Дальше. Вот дальше Украина. Николаев. Сегодня она поставила, поставьте другую печать. Украина, Харьков. Это мы проехали где? Национальные библиотеки. Дальше. Украина, Киев. Это центральные библиотеки вашей державы. Украина, Киев. Нам зачем это? Ну, уже было. Вот я все отдаю. Вот каждый экземпляр, вот это, 750 евро. Умножко на одну проезжу сколько. А Саша помогал, когда мы ехали. Нам за границу только требовалось, чтобы проехать. 11 тысяч евро. А у нас еще нет. Перед отправкой все, Бог дал. И в стране требовалось 220 тысяч. На голючее. Уже последний день. Уже ничего. Ну, два дня будет им осталось. 150 тысяч не хватает. И вдруг в интернет один заходит и говорит, вам деньги нужны? 150 тысяч. Я говорю, как раз и нужно. А я говорю, по Ленинграде. Звать Дмитрий. Он высылает, я иду и думаю, тысячные, это так крупно, много. Хорошо бы по 5 тысяч. А всем дают по тысяч. Я прихожу, а по 5 тысяч не дает. Понимаете, это ответ. Это мелочное такое, но это живое. Вот эту первую книгу, я скажу сейчас. Где она у меня? Стихи здесь есть. Трудно было и знать, у меня денег совсем не было. Вот она лежит. А она, эта книга, 90 примерно моих стихов положено на музыку. Их поют, видите? Книга, который снимал, он вышел. Он как раз это и слагает. Заболела одна сестра. Она упала, руку сломала. И у нее в руки рак начался. Она хорошая, хорошая. Уже исповедовалась, причастилась. Я пришел к ней, говорю, Надежда Павловна, как только отойдешь, Господу поклонишься, в Богородице сходишь, поклонишься, ты не колочи затворца найди. Он любит бедным золотишко под браслет. Пусть он мне маленько подросит. Нет, книжку-то не на что выкупить. Последний раз я посетил, ей 4 дня уже до осталось жить. Мой брат ее соборовал. Я говорю, ты помнил? Помню. А он говорить не могла. Вот она умерла, все молимся, в покое души. 39 дней, 40 дней. И с утра мне звонят. Ну что? Да ничего нет. Опять к обеду. Ну, ответ какой-нибудь есть. Да нет ответа никакого. Ну как же так? Ну же. Вдруг в обед приходит человек, заходит. Так вы говорили, вам деньги нужны? А у него саквояжик маленький такой. Я вам дам деньги, но одно условие оставлю, чтобы ни один человек не знал, что я был коммерсантом. Вытаскивает мне ровно ту сумму, какую надо. Я со всех ног не пограбил, и впервые свою книгу я в руках у нее держу. И в газетах напечатали помощь с того света. Понимаете? Вот православная-то вера какая? Чуденковой день. Ни раньше, ни позже. А мы знали, что она просто правильная вышли. Она так для Бога трудилась. Она у меня была... У меня два домика. То есть, когда я осужден был, у меня все изъяли. А потом пришло время, меня реабилитировали. У меня на это документы. Я сейчас вам покажу документ, от которого... А мы вам верим все. Нет, нет. Некоторые даже в глаза не видели такого документа. Одно дело верить, а другое дело в руках подержать. Это свидетельство реабилитировано. Попробуйте, кто желает. Значит, как. Считайте слух. Почки, зрение. Почки, зрение, папа. Ну, давай, я расслаблючитай. Представитель настоящее свидетельство реабилитировано на льготы, установленные в ст. 16 Законах и Русска о революциализации жертв политических репрессий. То есть, я жертва политической репрессии. У меня 26 лет только психиатрия мучила. Нигде не решат. Я все это увольняю. 26 лет дал мне. Федерация. Все? Как же вы таким условием доживали? Как вы таких человек? Это нельзя дожить. Я иду в храм. У меня с тобой всегда сумочка, сухарики, одежда. Я день и ночь ожидал это. И когда приходили, для меня это не было неожиданности. Я насчитывал один батюшка, все время прятался. Наконец-то арестовали. Он говорит, первую ночь спокойно заснул. Ну, каждый день, каждый день. Я в храм прихожу. И они там. Они везде. Вот выйду, две машины стоят напротив. От меня, кто уезжает, обыск у всех дорогой будет. Потому что недавно газета, не газета, а журнал «Новый мир» в России есть такой. И напечатали. 30 лет со дня опубликования первую гав архипелагу ГУЛАГ. И опровержение прямо на следующий день. Это неправильно. Ровно на 10 лет православный проповедник изборол Игнатий Лапкин наполнил страну архипелагу ГУЛАГ. На 10 лет раньше их. Я насчитал на пленку. 11-их кассет. И все это распространили. Сотни, а может там тысячи экземпляров шли. У меня в той студии было 15 современных магитофонов. Маяк 200 петель. Они на скорости 17 гонят, а слышат на 4,7 и две дорожки в одном направлении. Только шорох стоял. А когда все изъяли, а потом я реабилитировал, я начал судиться с ними. Они изъяли. 11 лет шел суд, и я его выиграл. Они должны были 11 миллиардов. Но заплатили-то меньше. И поэтому и это меньше тоже не могут заплатить. Но опять же Бог дал хороший пристав. И она объявила, а отвечает КГБ в стороне, а отвечает городская администрация Барнового. Она говорит, ни один учитель. Никто не получит деньги, пока сладкими не рассчитаетесь. Я к ним пришел. Они говорят, ну, с нами разговаривали. Я говорю, ну, нужна недвижимость. Мы в больнице. Я на начале детского лагеря. Негде хранить. Они мне дали, давай предлагать два варианта. Один напротив суда, где меня судили. А другой домик напротив тюрьмы, где я сидел. Я говорю, суд еще неопределен, а тюрьма уже нет. Лучше я здесь. Ну и 13 соток, и два домика. 226 квадратных метров. Нам вот так хватает. И все это, вот в этой книге, вот это все описано. Абсолютно все. Фотография, как мэр города приехал, дает. Вот это моя мама. Это моя будущая хозяйка. Это я когда вернулся, вернулся в армию. Это я в армию. Не похоже, да? Но все равно что-то есть. Ну, то вы просто, когда я вас видела, и отец Анатолий тогда был. Так вы были в пополнении. А сейчас я даже не знаю, живой. Это моя хозяйка прижалась. Вы в мене, который отрогали. Это наш епископ. Это я знаю, что у вас он, правда. Вот посмотрите, какой простой наш епископ. Вот он ходит у нас по домам, отсел и развивался. В полу-то развивался, а сейчас обувает и сидит. Это епископ.